Глава девятая. Исчезнувший материк. На другой день, 19 февраля, ко мне вошёл Нед Лэнд. Я ждал его. Он, видимо, был очень огорчён и раздосадован. «Ну что, профессор?» — спросил он меня. «Что делать, Нед? Вчера случай нам неблагоприятствовал». Да, и надо же было этому окаянному капитану остановиться именно в тот час, когда мы задумали бежать. У него было дело к банкиру, Нед. К банкиру? Вернее сказать, ему надо было побывать в банке. Океан — это его банк. И я полагаю, что здесь его богатство гораздо целее, чем в государственном банке. Я рассказал канадцу про вчерашний случай, втайне надеясь этим соблазнить его и незаметно привести к мысли никогда не покидать капитана. Но мой рассказ пробедил Неде только сожаление. «Эх, мне бы туда, я бы им задал Маху. Я бы, помилуйте, Нед, — говорю ему. Но да ничего, — прервал он меня, — не всё ещё потеряно. Раз оборвалось, в другой, может, повезёт. С нынешнего вечера надо... — Куда теперь направляется на Утилус? — спросил я. — Не знаю, — отвечал Нед. — Ну, в полдень мы это узнаем. Канадец отправился к канцелю, а я оделся и пошёл в салон. Компас показывал, что на Утилус направляется на юго-запад. Мы, значит, повернули спиной к Европе. Я не без волнения ожидал отметки координат на карте. Около половины двенадцатого наш корабль выплыл на поверхность океана. Я бросился на палубу, но Недленд уже опередил меня. Никакой земли в виду, ничего, кроме необозримого океана. Несколько парусов на горизонте. Наверное, суда, которые идут до мыса Сан-Роке, чтобы обогнуть мыс доброй надежды. Погода пасмурная. Нед был взбешён. Он пытался, напрягая зрение, проникнуть взглядом сквозь туман на горизонте. Он надеялся, что за этим туманом лежит желанная земля. В полдень солнце показалось лишь на одно мгновение. Лейтенант воспользовался этим и определил его высоту. Начинался шторм, и мы спустились с платформы. Люк закрыли. Наутилус снова ушёл под воду. Через час, взглянув на карту, я увидел, что наутилус находится на 16 градусе 17 минутах долготы и 33 градусах 22 минутах широты, в 150 лье от ближайшего берега. О побеге нечего было и думать. Я предоставляю вам судить, как рассердился канадец, когда я сообщил ему о положении корабля. Я со своей стороны не очень отчаивался. Я словно освободился от тяжкого груза и мог заняться своими обычными работами спокойно. Разумеется, спокойствие это было относительно. Около 11 часов вечера меня совершенно неожиданно посетил капитан Немо. Он очень любезно спросил, не чувствую ли я усталости после вчерашней бессонной ночи. Я отвечал отрицательно. В таком случае, Аронакс, я вам предложу любопытную экскурсию. Хорошо, капитан. Вы посещали подводные глубины только днем, при свете солнца. Не хотите ли их увидеть в темную ночь? С большим удовольствием. Предупреждаю вас, что эта прогулка будет очень утомительной. Надо будет идти долго и взбираться на гору. Дороги там не совсем исправны. Все, что вы говорите, капитан, только удваивает мое любопытство. Я готов следовать за вами. Только сначала, профессор, надо надеть скафандры. В гардеробной товарищей моих не было. В этот раз капитан не предложил мне, как прежде, пригласить с собой Неда или канцеля. Через несколько минут мы были уже готовы. На спину нам прикрепили резервуары с запасом воздуха, но электрических фонарей не дали. А электрические фонари, спросил я, они будут бесполезны, отвечал капитан. Я подумал, что плохо расслышал, но не мог уже переспросить его, потому что голова капитана исчезла в металлическом шлеме. Я тоже заключил свою голову в медный шар, мне вложили в руки палку с железным наконечником, и через несколько минут мы ступили на дно Атлантического океана на глубине 300 футов. Приближалась ночь. В воде было совершенно темно, но капитан Нейма показал мне на красноватую точку вдали какое-то светлое мерцание милях в двух от Наутилуса. Огонь? Что это был за огонь? Какое вещество могло светиться в жидкой среде? Я не мог себе объяснить. Как бы то ни было, этот огонек освещал нам путь. Светил он, правда, не ярко, но я быстро освоился в этих, так сказать, темно-пурпурных сумерках. Мы с капитаном шли рядом, держа путь прямо на этот свет. Плоское дно постепенно повышалось. Несмотря на большие шаги, которые мы могли делать с помощью палок, мы все-таки двигались медленно, потому что ноги часто вязли в каком-то месиве из водорослей и мелких камней. Вдруг над головой послышался мелкий частый стук. Временами он переходил в какую-то барабанную дробь. Скоро я понял, что это дождь. Теперь я промокну до костей, невольно подумал я. Но я опомнился и расхохотался. Промокну от дождя в воде. По толстым скафандрам не чувствуешь, что находишься в воде, и только ощущаешь, что окружающая среда немного плотнее воздуха. Вот и все. После полуторачасовой ходьбы почва стала каменистее. Медузы, микроскопические и ракообразные, морские водоросли, излучали слабый фосфорисцирующий свет. Я замечал груды камней, покрытых миллионами причудливых зоофитов и водорослей. Ноги часто скользили по вязкому ковру водорослей, и без железной палки я бы очень часто падал. Оборачиваясь, я все еще видел беловатый свет прожектора Наутилуса, который уже бледнел вдали. Груды камней, о которых я только что говорил, были расположены с некоторой геометрической правильностью, которую я не мог объяснить. Гигантские борозды терялись в темноте. Были также и другие странности. Мне казалось, что мои тяжелые сапоги со свинцовой подошвой раздавливали подстилку из костей. Но как они могли здесь оказаться? Я хотела спросить капитана, но еще не освоил разговор знаками, которые он употреблял со своими товарищами во время подводных прогулок. Между тем красноватый свет, руководивший нами в пути, становился все ярче. Словно зарево пожара. Этот свет, этот огонь среди водной стихии сильно меня заинтриговал. Приближался ли я к феномену еще неизвестному ученым Земли? Или это устроили руки человеческие? Не люди ли поддерживали это пламя? Может, я встречу в этих подводных глубинах товарищей, друзей капитана Немо, живущих, как и он, своеобразной жизнью, которых капитан хотел навестить? Может, я встречу там целую колонию изгнанников, нашедших независимость в глубине океана? Все эти безумные мысли преследовали меня, и мало-помалу я так замечтался, что мне уже казалось естественным встретить в океанских глубинах один из тех подводных городов, о которых когда-то упоминал капитан Немо. Становилось все светлее. Беловатый свет истекал из-за горы высотой около 800 футов, хотя то, что я видел, было только отражением света, преломленным в воде. Сам очаг этого необъяснимого сияния находился на противоположном склоне горы. По лабиринту камней, который загромождал дно Атлантического океана, капитан Немо шел без всякого колебания. Он знал эту дорогу, без сомнения, часто по ней ходил и не мог заблудиться. Так что я шел за ним с непоколебимым доверием. Он казался мне гением морей, и когда он шел передо мной, я любовался его высокой фигурой, резко выделявшейся на фоне зарева. К часу ночи мы подошли к первым горным склонам, но чтобы приблизиться к ним, надо было пройти по чуть заметной тропинке среди густой чащи. Это было чаще мертвых деревьев, окаменевших от действия морской воды. Они стояли без листьев, без жизненных соков. То там, то здесь возвышались гигантские ели. Это была какая-то каменноугольная копь, совершенно целая, не слежавшаяся. Деревья еще держались за почву корнями, окаменевшие ветви вырисовывались на светлом фоне воды, как узорчатые вырезки из черной бумаги. Представьте себе лес гарца, но лес затопленный. Тропинка заросла водорослями, между которыми копошились ракообразные. Я взбирался на гору, шагая через поваленные стволы, разрывая морские лианы, качавшиеся между деревьями, разгоняя рыб, перелетавших с ветки на ветку, как птицы. Увлекшись, я не чувствовал усталости и шел вслед за своим неутомимым вожатым. Какое зрелище! Как передать его? Как нарисовать вид этого подводного леса и этих подводных скал? Их темные подошвы, крутые уступы, вершины, окрашенные пурпурным светом. И слева и справа зияли мрачные темные галереи, в которых терялся взгляд. Иногда вдруг перед нами открывались огромные лужайки, как будто расчищенные рукой человека. И я думал, что вот-вот сейчас покажется какой-нибудь подводный житель. Капитан Немо все шел вверх. Я не хотел отставать и бодро следовал за ним. Моя палка оказывала мне большую услугу. Каждый неверный шаг мог быть весьма опасен на этих узких тропах по краям пропасти. Но я шагал уверенно, не чувствуя головокружения. То я перепрыгивал через расщелины, то переходил по стволам, переброшенным через бездонные пропасти. Стволы эти гнулись подо мной, но я не смотрел под ноги и нисколько не боялся. Будь все это на земле, я не был бы таким храбрецом. Гигантские утесы наклонялись так, что, казалось, готовы были рухнуть, но держались вопреки закону равновесия. В расщелинах стояли деревья, громадные скалы нависали над ними, но не падали. Несмотря на тяжелую одежду, на металлический шлем и свинцовые подошвы, я не чувствовал тяжести земного тяготения из-за плотности водной среды и поднимался на скалы с легкостью серны. Мой рассказ об этой подводной экскурсии может показаться неправдоподобным. А между тем я передаю то, что видел собственными глазами. Вскоре мы миновали полосу деревьев. В ста футах над нашими головами возвышалась остроконечная горная вершина, отбрасывающая тень. Кое-где виднелись окаменелые кустарники. Рыбы косяками поднимались из-под наших ног, как птицы, застегнутые в высокой траве. Повсюду непроходимые трещины, глубокие пещеры, бездонные щели. Кровь застывала у меня в жилах, когда мне загораживали дорогу громадный рог, чудовищная щупальца или страшная клешня. А потом с шумом втягивались в глубину темных гротов. Тысячи светящихся точек поблескивали в полумраке. То были глаза гигантских ракообразных, которые сжались по норам, исполинских омаров, которые поднимались, словно воины, вооруженные алебардами. И, пошевеливая клешнями, производили не то скрежет, не то виск, точно отодвигали железные засовы. Огромных крабов, которые стояли на своих лапах, как пушки на лафетах. И страшных осьминогов, щупальца которых были похожи на клубок живых змей. Я не мог надолго останавливаться. Капитан Немо, привыкший ко всем этим ужасам и чудесам, шел вперед, и мне надо было не отставать от него. Мы дошли таким образом до плоскогорья, где меня ожидали новые сюрпризы. Здесь мне представились живописные развалины, которые были творением человеческих рук, а не чудом природы. Можно было еще угадать архитектурные формы дворцов, храмов и домов, покрытых пестрым ковром зоофитов и обвитых водорослями вместо плюща. Какая-то часть земного шара была поглощена наводнением. Где я? Куда привела меня фантазия капитана Немо? Я догнал капитана Немо, схватил его за руку и остановил. Но он указал мне на вершину горы, как бы желая сказать, «Иди, иди вперед, выше!» Я поспешил за ним, и через несколько минут мы взобрались на горный пик, который возвышался метров на десять над всей каменистой массой. Я посмотрел в ту сторону, откуда мы только что пришли. Гора возвышалась футов на семьсот или на восемьсот, но с противоположной стороны она была вдвое выше, поднимаясь отвесно над впадиной Атлантического океана. Перед моими глазами расстилалось огромное пространство, озаренное ярким светом. Это был вулкан. В пятидесяти футах ниже, среди дождя камней и шлака, из широкого кратера извергались ручьи лавы, которые рассыпались огненным каскадом в лоно воды. Вулкан, как огромный факел, освещал равнину своего подножия до самой границы горизонта. Я сказал, что подводный кратер извергал расплавленную лаву, а не пламя. Для пламени нужен кислород, а его не может быть под водой. Но потоки раскаленной добела лавы, соприкасаясь с водой, образуют пар. Пар быстро рассеивается, а ручьи лавы текли до низа гор, как при извержении Везувия на Торы-дель-Грека. Перед моими глазами расстилался разрушенный, исковерканный, низвергнутый и мертвый город. Вот обрушившиеся стены, обвалившиеся крыши, поверженные храмы, разбитые своды, лежащие на земле колонны. Вот гигантский остров водопровода, следы набережной, вот длинный ряд рухнувших зданий, широкие пустынные провалы бывших улиц. Одним словом, новая Помпея, скрытая под водой, которую капитан Немо воскресил перед моими глазами. Где я? Где? Я хотел это знать, хотел даже сорвать медный шлем с головы, чтобы спросить капитана. Но он сам подошел ко мне и знаком остановил меня. Затем он поднял кусок мелового камня, приблизился к базальтовой черной скале и начертил одно слово. Атлантида. Я едва устоял на ногах от волнения. Атлантида. Исчезнувший материк, существование которого отрицали Ориген, Порфирий, Ямблих, Донвиль, Мальдбрен, Гумбольд, считая его историю легендой, и которой признавали Поседоний, Плиний, Амян-Марцелин, Тертулиан, Энгель, Шарер, Турнифор, Бюфон, Довизак. Теперь Атлантида лежала перед моими глазами, представляя неопромержимые свидетельства катастрофы. Известно было, что она находилась между Европой, Азией и Ливией, по ту сторону Геркулесовых столбов. Вот так жило могущественное племя атлантов, с которыми греки вели свои первые войны. Платон рассказал о великих делах этих героических времен. Его повествование о Тимее и Критии написано, так сказать, под влиянием Салона, поэта и законодателя. Однажды Салон беседовал с несколькими учеными-старцами из Саиса, города, насчитывающего уже тогда около восьми столетий, о чем свидетельствовали летописи, высеченные на священных стенах храмов. Один из этих старцев рассказал историю одного города, который был древнее Саиса на тысячу лет. Этому афинскому городу было 900 столетий, когда на него напали атланты и частично его разрушили. Эти атланты, говорил старец, занимали огромный материк, который был больше Африки и Азии, взятых вместе, и простирался от 12 градусов до 40 градусов северной широты. Власть атлантов распространялась даже на Египет. Они хотели подчинить себе и Грецию, но отступили перед неукротимыми эллинами. Прошли века, землетрясения и наводнения обрушивались на нашу планету. В одни сутки Атлантида была уничтожена. Только самые высокие вершины Мадейра, Азорские и Канарские острова, остров Зеленого мыса видны и теперь. Я все это вспомнил при виде надписи капитана Немо. Так вот, куда привела меня судьба. Я стоял на вершине горы загадочного материка. Я дотрагивался рукой до развалин зданий современных геологическим эпохам. Я шел по тем же местам, по которым ходили современники первого человека. Я давил тяжелыми подошвами кости животных, живших в баснословные времена под сенью деревьев, теперь превращенных в камни. Ах, я не мог здесь походить, посмотреть, как хотелось. С какой радостью я спустился бы по крутому откосу, прошел весь этот материк, который без сомнения соединял Африку с Америкой и посетил эти допотопные города. Там, может быть, я увидел бы воинственный Махимас, благочестивый Иусебес, где гиганты жили целые века и обладали такой силой, что могли сложить в груды эти скалы. Когда-нибудь может статься, сила извержения снова поднимет на поверхность эти развалины, погребенные под водой. В этой части океана много подводных вулканов. Многие суда, плавая в этих неспокойных водах, ощущали сильные толчки, сотрясавшие их корпус. Одни слышали глухой шум, другие видели вулканический пепел, выбрасываемый со дна моря. Вся эта часть нашей планеты, вплоть до самого экватора, коробится еще от действия плутонических сил. И кто знает, когда-нибудь, нескоро, разумеется, вулканические извержения и накопляющиеся слои лавы приведут к тому, что вершины огнедышащих гор снова появятся на поверхности Атлантического океана. Пока я мечтал таким образом и старался хорошо запомнить все, что видел, капитан Немо, облокотясь на памятник поросшим мхом, стоял неподвижно, как бы окаменев от немого восторга. Может быть, он думал об исчезнувшем поколении или искал здесь разгадку тайн человеческих судеб. Что бы ни дал я за то, чтобы узнать его мысли, понять их и разделить их с ним. Мы оставались в этом месте целый час, созерцая раскинувшуюся у наших ног огромную равнину при блеске раскаленной лавы. Временами блеск этот становился ослепительным. От внутреннего клокотания по поверхности горы пробегала дрожь. Глухой гул вулкана отдавался в жидкой среде. В это время сквозь толщу воды на минуту проглянула луна, бросив свои бледные лучи на затонувший континент. Что это было за зрелище? Капитан встал, бросил последний взгляд на огромную равнину и подал мне знак следовать за ним. Мы быстро сошли с горы. Миновав ископаемый лес, я увидел вдали прожектор наутилуса, который блестел как звезда. Капитан прямо пошел на этот свет. Мы взошли на борт судна в то самое время, когда первые лучи восходящего солнца коснулись поверхности океана. солнца солнца